Сыпучее, как говорится, вещество, что легко в нем можно что-то спрятать. Пачку чая тщательно прощупывают. Сыпучие без заводской упаковки на глазах урод сценицы вскрывают и пересыпают в другой пакет. Часть передачки вообще отсеивают. К примеру, конфеты с начинкой и сало. Я не имею права принять такое сало, потому что у нас нет с вами изготовителя-производителя, дата его изготовления, сроки хранения. Вес посылки не больше 20 килограммов – от 1 до 12 посылок в год. Такие правила действуют в мужских колониях. Точное число посылок зависит от вида исправительного учреждения и режима содержания. У Татьяны в колонии отбывает наказание брат. Продуктовые наборы девушка приносит родственнику раз в три месяца. В основном это что-то сладкое – к чаю, конфеты, печенье. В 2020 году сотрудники отдела безопасности при досмотре посылок обнаружили в пене для бритья целый набор запрещенных предметов – два сотовых, три сим-карты и зарядку. А за весь прошлый год закон нарушили 13 родных и близких осужденных. В списке самых распространенных запрещенных – средства связи. При заходе на длительное, допустим, свидание в косметичке или в кошельке, в шовчике. И вот в шовчиках могут симку, допустим. Ну, мы не знали, мы забыли, что у нас там. Законом предусмотрена административная ответственность в виде штрафа за попытку проноса передачи от 3 до 5 тысяч рублей. Если это сделано хищеренным способом, здесь все очевидно, снимается. Но даже если это по забывчивости, перед тем, как принять передачу, предупреждается гражданин обо всех этих моментах под роспись. Сложная эпид-обстановка поставила на паузу длительные и краткосрочные свидания в алтайских колониях. Единственная связь со свободой осужденных – запланированные телефонные звонки до посылки и бандероли. Ежедневно 15-20 посылок от родных приходят осужденным, а в год эта цифра достигает 2-2,5 тысяч. И это только в одной колонии. Но шанса получить от родных запрещенку, несмотря на всевозможные ухищрения, практически нет. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Продолжение следует...